привет меня зовут артем я донечанин из киева как вас зовут откуда меня зовут рафаэль из владикавказа на чем здесь разговариваете а так вот после работ пришел поужинал лишил я донечанин из киева ну смысле вы переехали не захотел жить под оккупацией что делать каждый выбирает то что выбирает да ну я как был гражданином украины так и мы остался просто имеете право как вы думаете чем это все закончится украина как самостоятельно государство будет существовать будет будет и даже в границах своих откуда такая уверенность вот смотрите и вот контрнаступ особых как-то не дал успехов нет ну вы можете мне не верить смотрите западная пресса а смотрите вопрос заключается в том что украина не объявила что вот мы начали контрнаступ поэтому то что украина на данный момент где-то что-то пробивает просматривает разведки боем и все остальное это же не значит что уже контрнаступ пошел ну да вам доподлинно известно что это так нет я я же я же не залужный я не не генерал поэтому хотя куда он делся где на месте где надо и где на месте и вот второй месяц не видно всякие слухи идут его второй месяц не видно я его не не так давно может недели полторы назад он говорил когда у вас там разгонялась о том что его нету что его убили сегодня такое это число бог дай бог ему всем привет но смотрите если какие-то предпосылки были я бы с вами может согласился смотрите все и наоборот ну смотрите я европа уже устала как она говорит вы хорошо знаете английский почему английский я читаю в немецкую прессу смотрите я вот я вот общаюсь с большим количеством европейцев читаю англоязычную прессу я немецким не владею и вот я что-то не вижу чтобы сильно устали вот до того что увеличивается поставки вооружения увеличивается уже образовывается авиационная коалиция ф-16 да то есть получается как-то вот фраза о том что европа устала с вашей стороны звучит ну ладно бог не устала по причине того что европа больше ей нравится когда сейчас болгария допустим уже открыто а вы видели протесты в болгарии я видел не вот тупо по евроньюз и что ну вот есть там есть там есть там которые протестуют выходе этой европейские страны демократически нет я не сказал от маргиналы это демократических стран есть я pronounsются до 10ти килограда есть PETA которые хотят вот они протестуют против этого это европейские страны там есть демократии люди имеют право выходить и говорить что им что-то не нравится но органула тоже имеет права говорить абсолютно обратная демократической Европе вместе с Америкой. Подождите, а какой мир сказал обратное? Ну, остальное весь. Смотрите, 141 страна мира признала вас агрессором. Ой, да это глупость. Это было просто так сказано. Да нет, это официальная резолюция ООН. Артем, Артем, официальная очень много. Больше 50 стран мира помогают нам. Ну, вы даже достали уже Израиль. Что Израиль начал открыто поставлять вооружение. Израиль пускай что хочет сделать. Но я вам хочу сказать. Остальной мир вас не поддерживает. Какой остальной? Вы поймите, какой остальной мир? Китай вас не поддерживает. Индия вас не поддерживает. И вас тоже он не воспринимает. И что? Они не поддерживают вас, но не поддерживают нас. и дальше что но и по-другому но смотрите китай китайский этот банк запретил переводы через свои нет не юани через свои счета в европу запретил это делать и платежи так что получается что китай против больше чем за они нейтралитет они говорят о том что нейтрально конечно конечно нейтралитет во всем нейтралитет и россия уже загнулась от санкций европейский одиннадцатый пакет никак не могут принять силу того что боятся что сами себе смотрите интересно получается вот по поводу вы говорите о том что россия вот загнулась ну ерничая так я вам скажу так интересно получается в двадцать первом году у вас бюджет был профицитным в двадцать втором он должен был быть профицитным стал дефицитным сейчас при том что он является дефицитным он у вас ваш ваша набиулина и ваш силуанов закладывали в бюджет дефицит порядка если не ошибаюсь 3 триллионов дефицит бюджета выйти три триллиона сделали в первом квартале после этого после того как и обнаружить обнародовались эти данные срочно было при было принято постановление о засекречивании данных по бюджету как вы хорошо все знаете это заявление ваших экономистов ваших главных экономистов вы мне ссылочку пожалуйста сила напишите силуанов о дефиците бюджета друзей хочу вам выводитесь трошечки від наших орков и хочу запропонаты вам добрий канал называется техник про цикавы украинскую хлопец робить огляды на військовую технику разных стран это же кому то интересно прошу перейти за посыланием яке будет внизу в описи и подписаться переглянуть видео поставить вподобайку написать что вы пришли от меня помогаем украинскому ютубу развиваться хорошо запомнил все просто я еще один вопрос смотрите силуанова и давили россию давят каким образом вот я например ничего смотрите ваш вы его вы сейчас и не будете чувствовать пока а когда как за третий я вам прием на срочной перспективе смотрите я вам сейчас расскажу по поводу всех этих перспектив ну экономист ну немножко связан так вот я вам скажу я не являюсь там супер-пупер экономистом но разбираюсь так вот смотрите интересный момент такой вы извините я не хочу объяснить только одно смотрите кроме европы и америки есть остальной мир смотрите вы сейчас правили свои ресурсы россия вы сейчас торговля не только с вами да только самый большой самый большой большие рынки это европейский американский и европейский рынок что вы вы подавляете газа и нефти американский рынок американский рынок в чем он большой ведь емкость рынка громадная смотрите торговля между америка и китаем да там очень большие ну какие какие ну я вам хочу сказать какие идёт китая нежели экспорт америки порядка трех трех триллионов нет трех триллионов чего ну 2 долларов конечно трех триллионов долларов это у вас россии россия с китаем у китая с америка с америка и но у них там поменьше немного но получается можно не получается больше степени это верстается из от экспорта китая в америку они на не только вы очень сильно ошибаетесь нет не сильно абсолютно порядка 70 процентов большая часть в америку большая часть китая зависит зависимостью от технологий и вот именно технологическая технологические карты грубо говоря и патенты принадлежат америке это раз вернемся все таки давайте вернемся вы вы сказали вы не почувствовали вот именно я вам скажу вас в этом году должно по идее уже закончится единственное что вас спасало это фонд национального благосостояния там у вас было порядка порядка семи семи получается триллиона рублей у вас было вот я вам скажу вы вы три триллиона сожрали я же говорю в первом квартале а еще еще а вы с чего живете мы сейчас живем в подавляющем большинстве западных а рассчитываться чем будете уважаемые большинство тех тех донатов которые нам идут они являются в виде безвозвратных кредитов круто большая часть надо же какое бескорыстие у запада нет просто запад довольно таки бескорыстен был когда советскому союзу помогал запад во все времена был абсолютно бескорыстен я вам скажу еще такую вещь в 90-е года когда чудо россия было чуть не сдыхала такие милые чуть не сдыхала кто вам помогал чем с жратвой а вы про эти окорочка и не только а ну все вам конечно никто не помогал потому что сама по себе украина в 90 в 90-х годах в конце 90-х годов когда у вас была проблема с неурожаем вам сша подождите украину что я сейчас скажу я вам сейчас скажу по поводу украины тоже вам вот эти злобные пиндосы которые вы не любите подогнали три с половиной миллиона тонн зерна которые были проданы на вашем внутреннем рынке и эти деньги американцы злобно не забрали а вложили ваш пенсионный фонд для того чтобы вы смогли заплатить пенсионерам а вот это вот вот эти укры которых вы так не любите дали вам просто так бесплатно один миллион тонн зерна вот так вот какие какие подруги интересно да да я значит я помню такую значит классный классный плакат на телевизор который был 90-х годов не привело нас я не знаю к изобилию до вас поддерживали для того чтобы перестроить экономику экономика советского типа советского типа было увидим а гог по большому счету ни хрена вот ни черта не соображает вылезли сте от запада не было и не будет никого никого без корыстия просто а пошел нахер димагог я ему говорю цифры он мне слова ни одного ни одной цифры не смог сказать и оказалось я димагог ой какие кадры выступал являются